смотрите как интересно получилось на веточка да видно вот так тут развесили снежки для красоты классно нанизали на веточки я сразу обратил внимание что как-то это неестественно думал а вдруг кстати всем привет вы на канале гекта лайф и мы с димоном выбрались гулять в парк вот кстати дима поздоровайся димон привет и позади нас там лошадка сейчас гуляет не знаю насколько вам это видно я спускаться сюда уже не будут приближаться до показывать вам лошади очаровательно конечно знаете что характерно тут лошадка будто бы идет к нам посмотрите мне кажется она хочет стать просто звездой хорошенько да ты все понимаешь смотрит еще будто бы действительно она все понимает какая прелесть это мне кажется это даже не лошадка это конь но кто знает узнает в общем покрыта не так хорошо надо обратить внимание дима вылазь оттуда давай пойдем дальше смотрите уже какое весеннее небо голубое такое красивое как тебя девочка небо посмотри от него будто бы веет теплом кстати понятно а солнышко дима ряда вон солнышко начинает проглядывать какая прелесть она появляется так что не было солнца вот уже солнышко и вы знаете так благостно на улице так хорошо просто наверное это не передать словами я испытываю огромнейшее чувство счастья радости даже какое-то удовольствие это просто что-то дима взял ледянку будет кататься с горок дадим ойска не любишь горки а мы дальше дальше пойдем туда а что такое там сейчас мы пройдем ему то горка который дима говорит мы вам ее покажем да один раз скатись конечно отметьте так сказать вот сказала вам да уже что на улице минус 5 и погода просто класс такие красивые лавочки а здесь скоро будут цветы или какая другая растительность это же клуба дима вам отсюда вряд ли видно потому что видно там вот елочки такие хорошенькие небольшие стоят и они посыпаны снегом так сказочно но я думаю мы пройдем такие елочки еще вблизи мы по краям не ходим вот здесь и здесь пойдем прямо потому что там вот место для лыжников там лыжня вот и ее нельзя портить такие дела вот она сказка такой мостик хорошенький и я вас хотела поднести так сказать к елочке покажу сейчас ее вблизи какая красота вы посмотрите просто вот прям новогодняя ель хорошо как такая прям шапка снега вот такой я счастье испытываю я думаю в лицо все видно специально посажен хочу вам еще показать золотой подсвет деревьев солнышком как же приятно что все это можно запечатлеть и передать другим то есть вам мои зрители тоже радуется тут по песне молодец так и надо собачка привет собачка на встречу солнцу солнышка привет нет а 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 Вот это горка, про которую Дима говорил, которая мне очень нравится. Сейчас мы скатимся. Да, Дима сейчас вместе с вами скатится, прокатит вас. На лед вообще-то будет, просто кинули три ведра и все. Сейчас посмотрим, давай посмотрим на лед подойдем. Какая хорошая табличка. Пойдем посмотрим. Покажи, что тебе не нравится. А сейчас здесь льда вообще нет, посмотри, один снег. Да, что-то как-то не очень. Кстати, совсем плохо. Ну, Дима все равно сейчас скатится, да, Дима, разочек? Если что, мы, возможно, упадем, будет больно. Мне. Больно? Мне. Мне. Молела. Потом пойдем туда. Ну что, мы идем. на этой высоте. На этой горке. это чудесный мир. Так, садимся, господа. И едем. На удивление я хорошо съехал. А вот здесь такая красота находится. Это наподобие такого фонтана с огонечками. Конечно, когда чуть позже стемнеет, здесь будет намного красивее. А сейчас это просто мигающее при свете дня. Такая красота, в общем. Но мы чуть позже наверняка подойдем и покажем вам все это, как выглядит в темноте. И там дальше, по ту сторону пруда, тоже что-то должно такое быть. Там еще стоит пока елочка. Ночью ее тоже, естественно, зажигают. Вот. Такие дела. А Дима, что ты там такое нашел интересное? Скажи, Дим, что? Крепость. Крепость. С дырами. А ты будешь снимать крепость для моего канала или для своего канала сейчас? Я там киндера буду снимать. Да, Дима взялся киндер с собой и снимет распаковку киндера. Ой, как хорошо. И решил вам показать вон крепость. Я Диму не сразу поняла. Он будет не обзор крепости делать. Крепость сейчас я вам покажу. А именно киндер. Распаковку киндера будет снимать тут. В этой крепости. Так, давайте попробуем тоже сюда забраться. В общем, здесь высокая такая ступенька получается. Еще я забралась. Ой. Ветки. Даже какое-то перо, смотрите. И здесь вот проход. Вот. Такая пещерка тут. И много-много наложено кубарев снега. Клубков снега. Что там, Дима, еще интересно? Вот, Дима сейчас пролезет. Не пролезет. Решил отдохнуть по пути, да? Чем-то напоминает, честно говоря, рождение ребенка. Только в неправильную сторону. Снова солнце, ура. Снова солнце, Дима. Давай в пору как раз начинать съемку, когда стало светло. Ну что, ты готов снимать? Руту будешь снимать весь снегу. Так. Чистые серии. Ну, Кентер тут доставай. Для съемки. А не знаю, где он лежит. Лежит смешно. Лежит смешно. Лежит смешно. Да? Ну, вот такая здесь крепость построена. Интересно. Так. Дима отснял видео. Молодец. Что нам попалось, я не скажу. Оно вот там вот стоит, в снегу. И это классная-классная игрушка, я вам скажу. Кстати, вот там что такое стоит на воде, непонятно. Да, тут несколько таких коробочек. Я думаю, что это связано с рыбаками. Вечереет. Все равно, по-прежнему, хорошо на улице. Но гораздо круче, конечно, солнышко. Скоро будет солнца очень много. Когда наступит весна. И это действительно хорошее, крутое событие. Я вообще очень люблю весну. Плюс у меня весной день рождения. Смотрите, куда Димочка забрался. Здесь такие булыжники. Они находятся возле бруда. Скоро здесь будет вода. Мы весной обязательно с вами тоже здесь погуляем. Какие хорошие булыжники. По фуншу стоят. Видите, Димон уже начал залипать. И начал задумываться о чем-то философском. Ох, какой молодец. А, там вон, видите, солнце за облаками присутствует. Подсвечивает их. Ах, как я люблю этот бар, как я люблю это место. Просто как мне здесь хорошо. Димася. Философ. Я вижу. Конечно, они красивые. Такая одинокая закрытая кофейня. Летом она активно работает. И по выходным открывается. А сейчас, в будни, мы гуляем после школы. Она закрыта. Здесь есть, кстати, такое меню. Дима тут его читает. Написано мелком. Это довольно мило. Вот. Всем привет. Какая хорошая надпись. Вот, что можно приобрести в этой кофейне. Кроме вот этой, видите, критик стоит. Профитроли, все такое. Даже макароны есть. Плата, капючино, американо. Кстати, вот цены. Ну, такие нормальные. В принципе. Да, кофе по стоимости вполне нормально. Здесь миллилитров 150 рублей это нормальная цена. А вот какао сколько не 150 долларов написано. Да? Да. Долларов. Долларов написано. А, это же еще большие. Такие дырочки. Охлажденные напитки. Все. Камера вообще, опять же, собирается уже садиться. Аккумулятор. Вон там здание с винтовой лестницей. Классные. Можно туда сейчас подняться. Это круто зимой сделать тоже. Конечно. Конечно помню. У нас есть видео, да. Мы можем оставить ссылочку. Посмотреть, если интересно. Мы тогда ходили сюда, по-моему, осенью. На раннюю осенью. Ну, где-то тем летом. Да. Я пойду, заберу камеру, вернее, греть пока что. Чтобы, когда мы забирались к винтовой лестнице, она вдруг не вырубилась. Да. В отличии от осени здесь, конечно, пробраться сложно. Посмотрите. Я сейчас должна буду как-то вот здесь угибаться. Ой, Димон уже как-то прошел. Так, 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 так. Оп. Ну все, я тоже тут. А, Димон, вообще где ты? Я тебя не вижу. А, ты туда зашел? Да. Как ты сумел? Сейчас поднимемся, посмотрим. Я тут увидел, чьи-то следили. Здесь уже кто-то. Какая лесенка хорошая. Я когда поднимаюсь так высоко, становится немножко страшно. Ого, Димон, куда залез. Слушайте, она как-то хрустит еще. Мамочки родные. Страшно мне. Дим, ты как залез сюда? Господи. Она прям прохрустывает. Мамочки мои. Вот смотрите. Димон, без меня, значит, залез. Как ты пробрался туда? А, ты че? Ты как пробрался? Вот вниз. А как ты вниз залез? Я залез на забор и вот так. С лестницы что ли? Или как? Ты отсюда на забор прыгнул? Нет. Или там внизу? Не видишь там лестницы? Ну. Ты вот оттуда забрался, да? Да. Фу слава богу, а ты думал ты отсюда сигану. И уже там по лестнице пролез. Потом может крышу сломалась. Ну вылази, пойдем уже отсюда. Здесь кто-то был. Не очень здесь приятно. Потому что вот это как-то скрипит очень сильно. Знаете, это лесенка. Что там было, конечно? Ой, ребята, как высоко. Я недолюблю бы высоту. Мне становится не по себе на высоте. Ну ты даешь, конечно. Там еще так пролез, по лестнице забрался. Такой лапушка. Ой, ладно, ребятки, давайте спускаться. Мне неприятно. Димон, да, он молодец. Еще побыл бы. Еще побыл бы? Это мне уже нужно в охраннике поломать. Да какие охранники? Ты же ничего не ломаешь. А, вот Димуди залез, смотрите. Вот отсюда забрался, видимо, да, ножками. И туда. Ну так нормально, да, можно залезть. Тут, кстати, кто-то залез. Ну видно, видно, да. Видно, что тут здесь лазит. Такое облегчение, когда спускаешься вниз, я вам скажу. Хорошо, внизу. Вот там написано. Видите, здесь лыжня. И написано, лыжная трасса 5 километров. Вот там. Сейчас мы пойдем вот сюда. Вот. И все такое таинственное, на мой взгляд. Загадочное. В прошлом году здесь развесили огоньки. Ну, знаете, прям вдоль дорожки такие огоньки висели. И идешь ночью, ну, вечером, да, так познавать, чтоб здесь никого нету. И такие огоньки куда-то вот туда, туда. Это выглядело весьма загадочно. Да. В общем, камеру я подогреваю периодически во внутреннем кармане моей куртки. И она возвращает свои две палочки из трех. Но стоит вынуть камеру хоть на чуть-чуть на улицу. И сразу она мне даже ни одной палочки не показывает. Типа готова вырубиться. Такие дела. Очень неприятно, конечно. Здесь мы с вами тоже летом уже были. Опять же оставлю ссылку. Мы здесь, кстати, сняли очень классный ролик про белочку. Так что если вы любите животных, и в частности белок, то обязательно пройдите по ссылке и посмотрите. Очень крутой ролик. Очень крутой. Сама его могу бесконечно смотреть. О, как хорошо тут. Какой-то музыку слышал. Все завалило внутри снегом. Чего себе. Да, Дмитрий. Сейчас посмотрим, что там, что такое поставить. Видно? Вон там видно. Внутри какие-то шины. Все это завалено уже снегом. Снег, естественно, проникает через эти дырочки. И вот здесь поставили такую вот штуку. Это сделано для... Это вообще не доделано, мне кажется. Потому что это должна быть такая... Полукруг, да, такой полукруг. И надо ездить там на скейтах, на велосипедах. Ну, она вот в процессе постройки пахнет древесиной свежей. Ну, Димон, как истинный паркуровец, уже полез куда-то. Здесь такая труба, смотрите. Ну, Димон, как обычно. Так, подойду как к нему. И хотя здесь снега по колено, можно сказать, все же я покажу вам Димочку поближе. Как тебе там солнце? Ой, смотрите, уже все заржавело, божечки. А дощечки-то новые. Слушай, это детские абортисты что-то делают? Да, да. Она по-моему снежная большая, смотри. Там она уже, смотри, как доделана. Она не до конца доделана. Смотри, как она загибается. Загибается она, конечно, сильно. Но вообще, в целом, она не до конца Димон, доделана. Ух, сколько снега. Если честно, я ловлю сейчас все эти снежные моменты, всю эту красоту зимы. Постаргаюсь этим, потому что скоро будет, конечно, приятное время, время весна. Но все-таки от зимы тоже надо взять все, что можно взять. И по поводу вот огонечков, да, я хотела вам показать темноте. Но они сейчас уже от нас далеко, поэтому я уже сегодня снимать не буду. Но есть фото в инстаграме. Пройдите и посмотрите. Очень красиво в темноте. Просто вот так вот. И подписывайтесь, кстати. Ну что, Димось, налазился? Вот, а то мы вам можем показать, как подсвечено наше колесо обозрения. Очень красиво. Что-то просто. Причем в реальном времени это выглядит еще красивее. Ой, потому что все-таки камера, ну, она чуть темнее, наверное, снимает, чем здесь сейчас. Или как? Ну, в общем, давайте чуть поближе подойдем. Я вам покажу еще ближе. Это красивенное колесо. Но, поверьте, в реальном времени еще круче. Еще круче. Ай, какая прелесть. Божечки. Вызывает столько положительных эмоций. Тут, в общем-то, система такая. Подсвечены кабинки разными цветами. По три кабинки одного цвета. Или вот так. Смотрите, они меняются. Вот периодически цвета. Сейчас вот зеленый, синий, розовый, красный. Причем зеленого больше намного. Обалденно, да, Димашка? Ага. И, видите, само колесо тоже подсвечено. Мне интересно, как это все оборудовали именно по колесу, по кругу колеса. Как это все размещали. С кабинками-то более-менее понятно. Вот это не самая красивая подсветка. Довольно стандартная. А вот до этого, когда мы с вами подходили, вот это была подсветка самая крутая, на мой взгляд. Смотрите, какой здесь сейчас гололед. Это что-то. Подождем, пока сменится еще раз цвет, да, пока мы рядом. Чтобы это заснять. Не знаю, через сколько это смена происходит. Пошла смена цвета. Но сейчас они стали красными. Опять же, немножко не то, что я вам хотела. Ну, в принципе, вы видели тот режим, который меня впечатляет больше всего. Хоть мы были чуть подаль, но все равно. Было прекрасно видно. Ох, кто-то про лицептичка прилетела сейчас. Ну, на этом мы с вами попрощаемся. Мы отправляемся домой. Прогулка удалась. Просто удалась. Все было супер. Очень понравилось нам. Погуляли продуктивно. Желаю вам тоже хороших, классных, интересных, приятных прогулок и всего самого прекрасного. Подписывайтесь для того, чтобы видеть новые ролики на моем канале. И, кстати, на Диму тоже подписывайтесь. И на его канале тоже смотрите новые интересные обзоры киндеров. И не только. Много-много всего интересного делает Дима. И, кстати, возле моего ника, гектолайф и даймондкрафт в том числе, да, есть такой колокольчик. Нажимайте на него. Это оповещение, чтобы вы знали, что мой ролик вышел. Вот. Ну, а на этом точно прощаемся. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok